Трава на этом поле зимой и летом одного цвета, ярко-зеленая. Вот только зимой из-за снега этого не видно. Чтобы традиционно белый мяч не сливался с точно таким же покрытием, они играют оранжевым. Хоккеисты и хоккеистки Барнаульского коммунальщика активно готовятся к новому сезону. Карантин карантином, однако чемпионат страны пока еще никто не отменял. Телегу к новому сезону они, как и положено, готовят зимой. Хоккеисты Барнаульского коммунальщика устроили на заснеженном клубном стадионе самую настоящую белую битву. Обошлось, правда, без белых ходоков. Однако на выработку адреналина у ее участников их отсутствие отрицательно не повлияло. Сегодня договорной матч, ой, договорной, товарищеский матч против мастеров. Мы еще как бы учимся играть, но все равно получается что-то нет. Выражение «оговорочка по Фрейду» в данном случае неуместно. Договориться о результате в такого рода поединках невозможно по определению. Еще бы мальчишки играют против девчонок, а это гремучая смесь. Пацаны-то нас сильно выручают. И, в общем-то, одна из основных причин, что они появились, чтобы двухсторонку играть с девчонками. Ну и все-таки команда неплохая у пацанов, хорошая. Ну, естественно бы им играть в высшей лиге, но нет финансов. А так бы, конечно, команда хорошая. Бежать надо бороться. Один вышел в галошах. Вы, мужики, бегайте. То, что сами хоккеисты белый хоккей терпеть не могут, скажем так, давно не секрет. И дело вовсе не в том, что мяч белый, на снегу его плохо видно или клюшки от мороза трещат. Мяч оранжевый, видно его прекрасно, а температура воздуха и вовсе плюсовая. Главная проблема – качество покрытия. Если честно, ужасно. Когда ты хочешь выйти на нормальную поляну, отдать хорошую точную передачу, а тут на снегу, там запарился, тут запарился, идет атака. Раз, два, три передачи хорошие, на четвертую скинуть, ну не получается, допустим. А тупо потому, что загребаешь не мяч, а снег. Ну вот, вот как-то так. Тогда зачем, наверняка спросите вы. Все просто, потому что доктор прописал, а лекарство, как известно, совсем не обязано быть сладким. Чаще всего оно горькое и противное. Ну, конечно, есть плюсы. Объемы набегиваются, а как без этого? Потому что в зале выходишь, тяжело тоже, вроде как бы темп есть. Выходишь на большую поляну, совершенно другие ощущения. И объемы другие. Ну, конечно, тяжелее. Не как по песку, он не совсем рыхлый, потверже, но тоже тяжеловато. Ну, сложно, потому что к покрытию такому не привыкли. Обычно играем в зале, а летом у нас почищенное поле. Так что пока еще не привыкли. Тяжело. Ребятам тяжело после зимнего периода в зале. И сегодня конкретно пока пыхтят, но бегают, стараются. Будем работать на улице. Когда-то в хоккей на снегу они играли регулярно, проводили целые турниры. Бессменный наставник коммунальщика Владимир Кобзев даже мечтал сделать такие турниры всероссийскими. Перестали играть. Почему? Появились возможности, появились манежи, появились деньги. Можно было на юг поехать. Сейчас таких возможностей нет. Возвращаемся к хорошо забытому старому. Играем на снегу. До конца! Молодец, Ярик! И у мальчишек, и у девчонок свои задачи. В первой декаде мая в Барнауле пройдут отборочные поединки. На финал первенства страны среди юношей на Алтай приедут команды фактически со всей России. Ну не Россия, а при Волжье. И вот ребята уже начинают подготовку на большом поле. Первая игра после зала, спортзала. Во-первых, физическая подготовка, ОФП тут, набегаются вдоль, продышатся. Мы в Сибири. Там ребята приедут готовые бегать на большом поле. А после спортзала тяжко. Коронавирус карт испутал всем. Традиционно богатые клубы Москвы, Казани, Екатеринбурга предсезонные игровые сборы планировали провести в Испании и Голландии. Коммунальщик готовился вылететь в Минск на Кубок СНГ. Но и его отменили. Так что сезон будет непростой. Сезон будет непростой, учитывая то, что у нас очень мало человек в команде. Ну а что делать? Непростые времена в принципе уже давно. Только раз в году и только в одном регионе страны, в Сибири, на Алтае, традиционный зеленый хоккей каждую весну превращается в белый. К тому моменту, когда он вновь позеленеет, в состав коммунальщика должны будут влиться еще как минимум две хоккеистки. Лучший игрок чемпионата страны прошлого сезона Тамара Иванова из Казани и волгодонский голкипер Ксения Катаева.